Музейная экспозиция Пируэты и фуэте 40-тонных артистов Новые залы главного военного музея Русская кавалерия в петровские времена Как создать образ заклятого врага Командная гонка на одной из вершин мира Прямо с полигона экипажи этой четверки стальных коней Приезжают сюда на техническую площадку дивизии Чтобы без устали с утра до вечера оттачивать свое мастерство Главная задача добиться синхронных действий Но если не до миллиметров, то уж до десятка сантиметров Это точно Через день на ремень Так в армии называется заступление на боевое дежурство В течение длительного срока Когда сутки отдыхаешь, а следующее стоишь в карауле С автоматом через плечо Точно по такому же графику Сейчас живут и служат наши герои Танкисты 9-й роты гвардейской Кантемировской дивизии Один день находятся в казарме или на полигоне Второй полностью посвящают танцам На плацу, на танках Сначала посмотрели обычный вальс Сопоставили то, что мы можем выполнить, что не можем выполнить Что можем своего добавить И на основе него написали сценарий Который уже сейчас демонстрируем Потом, конечно, теоретическая подготовка На тренажерах занимались Потом пеше по походу мы изучали все элементы Ну и вот сейчас уже конкретно на машинах Причем здесь танки и хореография Стало понятно, когда мы пообщались с ребятами Все дело в том, что в августе на Алабинском полигоне Пройдут международные соревнования по танковому биатлону В прошлом году такие армейские состязания Проводились между экипажами армии стран СНГ Так вот, чтобы показать, что наши танкисты Не только умеют хорошо стрелять и быстро ездить Но еще и виртуозно управлять тяжелыми машинами Соревнования начались с уникального действия Под названием танковый балет Одно дело, это, конечно, обычный балет Другое дело, когда 46 тонн нужно То есть что-то есть, да, элементы похожи Но, конечно, такую скорость, как на танцах Достичь просто физически невозможно Но зато есть своя красота То, что боевые машины такое могут делать Вот и сейчас ребята уже шестой месяц тренируются Наверное, правильнее будет сказать Репетируют под открытым небом Доводят свое выступление до совершенства Отрабатывая различные элементы У которых даже названия не военные Тройной аксель, кадриль, конверт, разъезды Кадриль это когда две машины в углах Одновременно разворачиваются синхронно И две машины в центре То же самое синхронно разворачиваются В таких демонстрационных показах Огромная ответственность лежит на всем экипаже Но больше всего, конечно, на механике-водителе На расстоянии до пяти метров от танка Он ничего не видит Мертвая зона Держит дистанцию, едет как по линеечке Чисто на интуиции и на опыте Здесь мастерству обучаешься больше Как бы навыки отрабатываешь, вождение Здесь опаснее, потому что близко друг к другу ездим Самое сложное, это выбрать расстояние между друг другом Через тримплис очень плохо видно То есть нам не подобрать траекторию друг друга И самое главное, слушать команды командира И по ним ориентироваться А вот команды интересные Точнее, всего одна команда Три, два, один, и Три, два, один, и То, что команда необычная военная Это мы уже поняли Но и артистам балета она явно тоже не знакома Да, команда всегда одна и та же Три, два, один, и То есть если в нормальном балете Один, два, три, и То здесь мы просто, чтобы чуть-чуть отличаться Сделали вот так вот А по этим командам каждый член экипажа Уже знает, какой элемент он должен сделать О том, как ребята достигали высот танково-хореографического искусства Можно понять по этим фишкам Раздавленные гусеницами Это в начале обучения А целые невредимые уже сейчас Вот только бетонку, похоже, уже ничего не спасет Как хороший танцор после сотен пируэтов Оставляет протертый след на паркете Так и наши танкисты гусеницами своих машин Уже давно нарисовали ровный круг в центре демонстрационной площадки Что сделаешь? Красота требует жертв А то, что выступление российских танкистов в международном биатлоне Будет феерическим У нас сомнений не вызывает К тому же, как нам стало известно В отличие от прошлого года Танковый балет в этот раз Будет проходить одновременно на двух площадках То есть не четыре, а сразу восемь танков Т-80 Будут синхронно под музыку Кружиться в ритмах вальса, мазурки, кадрили И доставлять удовольствие зрителям Ну и танкистам, конечно, тоже Ведь после такого выступления Министр обороны им явно даст новые звания Заслуженных артистов-танкистов Недавно в Центральном музее вооруженных сил Была открыта совершенно новая Можно сказать, уникальная экспозиция Посвященная русской армии и флоту Она размещена сразу в трех залах Здесь и диорама, и звуковые эффекты Компьютерная графика В общем, приходите, не пожалеете В Центральном музее вооруженных сил России Праздничный день Менее часа осталось до торжественного открытия Новой постоянной экспозиции Сразу три зала, посвященные истории Русской императорской армии и флота Откроют свои двери А пока только съемочную группу «Марш-броска» Пропустили туда, где еще не ступала нога посетителя Вместе с Артемом Юрьевичем Савиновым Одним из авторов выставки Мы переходим из зала в зал История русской армии до 1914 года С этого начинается наша экскурсия Следующие два зала посвящены событиям Первой мировой войны И развитию вооруженных сил в тот период Итогом 20-летней скрупулезной исследовательской работы Стала новая экспозиция Достойное место в ней заняли уникальные раритеты Бережно хранившиеся в запасниках музея долгие годы Богатые коллекции новых залов привлекут внимание всех любителей истории Здесь и знамя государственного ополчения периода Первой мировой войны Образцы георгиевского наградного оружия И минометы начала прошлого века Первая мировая война незаслуженно забыта была в советское время И вот мы в этом году будем отмечать 100-летие Это великого эпохального события Изменившего вообще весь ход истории цивилизации И большое спасибо, что вот здесь экспонаты отражают целые пласты Нашего воинского устройства Я рекомендую всем прийти и посмотреть Невозможно пройти мимо стенда с мундирами русской гвардии В стремлении повысить престиж военной службы Который пошатнулся после революционных событий 1905 года Руководство страны отказывается от единой формы и снаряжения В строю снова гусарские и уланские полки Со своей невероятно красивой парадной формой На стенде по соседству знамя лейб-гвардии финляндского полка Которая появилась в музее еще в 1947 году Его принес в посольство Советского Союза в Париже Человек, представившийся бывшим офицером полка капитаном Ушаковым Оказавшимся в эмиграции и хранившим это знамя И видимо он последний офицер полка И боится, что после его смерти знамя может пропасть И просил передать его в один из музеев на родину С раритетными экспонатами соседствуют современные технологии В зале, посвященном событиям Первой мировой, развернута масштабная диорама С помощью новейших аудио и световых эффектов Зрители погружают в атмосферу боев Здесь разместились крупные образцы вооружения Пулеметы воюющих сторон германский и французский, русская пушка А в линдажах можно увидеть предметы быта бойцов Мы старались сделать качественный музейный свет Некие световые эффекты Эффекты визуальные Вот допустим использован театральный дым Я увлекаюсь Первой мировой войной Мне нравится это Историческое событие И мне кажется Выставка достаточно хорошая Мне понравилась вот эта панорама Понравились объекты Тем временем основное действо разворачивается у входа в музей С улицы советской армии собравшиеся перенеслись на Галицийский фронт Здесь замечена концентрация австрийских войск Русские казаки, проведя разведку боем, с криками в атаку Напали на передовые позиции неприятеля Германские войска, подошедшие на подмогу Не смогли противостоять русскому пулеметному взводу Это намного эффективнее Как показывает практика Нежели чем просто сухая история в книжках Когда люди могут подойти Пощупать, потрогать, сфотографироваться Практически увидеть живого солдата Прошлых эпох По-моему это прекрасно Ряд крупных тематических выставок Трепетная собирательская работа сотрудников музея Передача реликвий семьями иммигрантов первой волны Позволили приступить к созданию постоянной экспозиции Существенно пополнила коллекцию Беспрецедентное в музейной практике Поступление от Американо-русского Культурно-просветительского общества Родина А этот, без преувеличения, уникальный экспонат Георгиевскую шашку генерала Антона Ивановича Деникина Передал музею президент России Владимир Путин За два десятилетия, которые ушли на подготовку этой выставки Было собрано 1200 экспонатов 327 фотографий и 120 единиц оружия Без преувеличения каждый предмет наполнен живой историей Приходите в Центральный музей Вооруженных сил России И убедитесь в этом сами При Петре I драгуны получили постоянную прописку в русской армии Царь-реформатор по достоинству оценил универсальность этого рода войск Пехота, посаженная на коней или кавалерия, способная действовать в пешем строю Первым серьезным успехом драгун стало сражение под Калишем в 1706 году Русским и саксонским кавалеристам под командованием князя Меншикова Противостояли 20 тысяч шведов Нашей кавалерии удалось обратить в бегство конницу противника Но пехотные каре Карла XII стояли на смерть Вот тогда и пригодилась драгунская универсальность Спешившиеся драгуны с ружьями наперевес под барабанный бой Двинулись с сомкнутыми рядами на неприятеля Шведский генерал Мардефельд в этой ситуации предпочел сложить оружие Успешно действовали драгуны и в других сражениях Северной войны В том числе под Нарвой и Полтавой Так в битве около деревни Лесной в сентябре 1708 года Армия Петра I длительное время не могла одолеть 16-тысячный шведский корпус Русские атаки сменялись с контратаками противника Жестокий бой длился 20 часов И лишь благодаря подоспевшему 4000 отряду драгун удалось переломить ход сражения Битва у Лесной подняла боевой дух русских войск Поскольку это была их первая крупная победа над регулярными шведскими силами Царь Петр назвал успех при деревне Лесной матерью Полтавской баталии Успех, который оказался возможен во многом благодаря своевременной атаке драгун 1709 год После Полтавской битвы разбитое шведское войско отступило к Днепру И остановилось в местечке под названием Переволочно Перед бегством Карл XII назначил командующим остатками своей армии Численностью 18 тысяч солдат генерала Ливенгаупта Утром 30 июня в Переволочне подошла русская конница, которой руководил князь Меншиков Несмотря на то, что шведов было в два раза больше, они не были готовы к решительной битве Оставшиеся в живых после Полтавы были деморализованы и утомлены быстрым отступлением Не дожидаясь сражения, шведские солдаты стали группами переходить в Русский стан Вскоре капитулировал и сам Ливенгаупт За успешные действия в Полтавской битве Меншиков был достоин чина генерал-фельдмаршала А его конный отряд наряду с Лейб-гвардией получил официальный статус подразделения русской армии Одним из предназначений Петровской гвардии являлась подготовка офицерских кадров для армейских полков Преображенский и Семеновский с успехом справлялись с этой задачей в пехоте на протяжении всей Северной войны Русская же конница состояла в основном из драгун, ездящей пехоты И в полной мере кавалерии еще не являлась Поэтому Петр Первый решает для подготовки чисто кавалерийских офицеров создать специальную часть Основой для ее формирования выбирается Кроншлотский драгунский полк Однако набор в него дворян, необходимое тогда условие для получения офицерского чина Оформление статуса полка и просто организационного лакита привели к тому, что лейб-регимент Такое название получила эта часть, был сформирован лишь к концу 1725 года Полк не был причислен к гвардии и, наверное, еще долго бы оставался в этом статусе Если бы не осторожность императрицы Анны Иоанновны У старой гвардии императрица любовью не пользовалась Вот она решила создать Измайловский гвардейский полк В противовес преображенцам и семеновцам все офицерские должности в нем занимали иностранцы А в декабре этого же года появляется указ об учреждении и лейб-гвардии конного полка В котором, как и в Измайловском, все ключевые посты отводились немецким дворянам Бывший лейб-регимент назвать конная гвардия И быть в полку ультер-офицеров и рядовых тысяча человек С этого времени начинается долгая и весьма достойная история элитной кавалерии русской армии Которая свой боевой путь начинала при Петре Как пехота на конях Через несколько минут мы расскажем Зачем Соединенные Штаты создали террориста номер один А потом не знали, что с ним делать А в конце программы полюбуемся прекрасными горными пейзажами Тайное становится явным Бен Ладен и спецслужбы США Битва титанов в Нейльбрусе Кому достанется кубок? На примере событий на Украине нетрудно представить, как недобропорядочные политтехнологи, чтобы отличь внимание людей от насущных проблем, используют образ коварного и безжалостного врага А если такого нет в наличии, то его можно придумать А еще лучше создать самим Казалось бы, что может угрожать Соединенным Штатам Америки, находящимся в тысячах километрах от основных театров боевых действий? Но при определенном желании и океан не является помехой для политтехнологов И типичный тому пример крайне одиозная и очень сомнительная фигура недавнего террориста номер один Усама Бен Ладена Его фигура методами пиарной возгонки была раздута до масштабов нового Гитлера Правильно? Если бы ее не было, надо было бы придумать это, чтобы консолидировать Запад Чтобы оправдать вот эти все действия, которые совершает Запад после развала Советского Союза И это действие вполне укладывается в политику агрессивной новой колониальной политики Источники выдают противоречивую информацию о дате и месте рождения Усамы Известно только, что он появился на свет в Саудовской Аравии в период с 1955 по 1957 годы Семейство Бен Ладен, процветанию которого положил начало отец Усамы И сейчас является одним из наиболее богатых и влиятельных Саудовской Аравии Значительную часть унаследованных средств Бен Ладен-младший пустил на религиозную борьбу с оружием в руках Она стала для него истинным делом жизни Уже в возрасте 16 лет Усама примкнул к одной из действовавших в Саудовской Аравии Исламских фундаменталистских группировок Он, как сейчас полагают, уже тогда был на связи с ЦРУ С целью создания в регионе групп для борьбы с влиянием шиитского Ирана, враждовавшего США А затем началась Афганская война Умения и религиозный фанатизм Бен Ладена стали крайне востребованы в регионе Надо зафиксировать одну простую вещь Что спецслужбы далеко не всегда используют агентов по так называемому принципу прямого управления Поставил задачу, он их исполнил, агентов влияния И даже как правило это не так бывает Как правило спецслужбы действуют на принципе косвенного управления В Центральном разведывательном управлении США достаточно быстро сообразили Что энтузиазм и душевные порывы молодых исламистов Вполне можно использовать в борьбе против Советского Союза По некоторым сведениям, именно тогда на Бен Ладена Вышли представители пакистанской разведки ISI Предложившие ему готовый план по организации бюро для набора мусульманских добровольцев Аналитики службы считали, что немало таких волонтеров Найдется не только в государствах арабского мира, но и в странах Запада За пакистанской разведкой стояли кураторы из ЦРУ Сотрудничавшие с ISI в рамках широкомасштабной операции Циклон Американская разведка проводила ее в целях подготовки и вооружения афганских маджахедов Здесь интересы Америки и ЦРУ совпали с интересами конкретного самого Бен Ладена и его окружения Нельзя говорить, что он агент ЦРУ, но нельзя говорить, что он полностью независимый человек Он был включен в сложную игру, как субъект политического действия Некоторые операции, группы, близкие к усаме Бен Ладену, маджахедов Проходили вдалеке от линии соприкосновения советских войск и подразделений душманов По свидетельству Аймана Аль-Завахири, правой руки Бен Ладена, тот косвенно сотрудничал с ним и американцами И выполнял их деликатные поручения в странах Ближнего Востока и Магриба Расхождение интересов ЦРУ и Бен Ладена, которого в те годы западные газеты еще называли Бесстрашным борцом с советским вторжением, произошло после начала первой операции «Буря в пустыне» Но так ли они были велики на самом деле? Многие факты указывают на то, что усама так и остался незаменимым орудием американской разведки Предназначенным для выполнения самой грязной работы Но об этом мы расскажем в одной из наших следующих программ Отметить день рождения, я бы даже сказал, юбилей в предгорьях Эльбруса не каждый себе позволит Тема интересна профессия военного журналиста, что можно совместить приятное с полезным В данном случае с работой Сегодня в центре нашего внимания командные соревнования по скирпинизму Среди спортсменов различных силовых структур Борьба за Кубок Победы в этом году развернулась на Эльбрусе нешуточная Интрига перед стартом оставалась только одна Возьмут ли реванш за прошлый год уфимские спецназовцы внутренних войск У представителей Министерства обороны Хотя и поисковики МЧС, по нашим сведениям, не прочь ввязаться в этот спор Трасса, надо сказать, сложнее не придумаешь На первом этапе спортсмены должны сначала подняться на лыжах из долины Азау на площадку Мир А потом спуститься вниз, почти к самому старту На втором преодолеть где-то даже без лыж сложный участок ломаной траектории Крутизну подъема можно оценить по этому ручейку, который находится чуть левее от трассы Он не стекает, а просто падает вниз И на третьем этапе наши герои должны опять надеть лыжи и подняться на отметку под названием бочки Это 3880 метров над уровнем моря и уже оттуда финишировать на станцию Мир Еще раз повторюсь, тяжелейший маршрут Во-первых, это перепад высот, 1980 метров, это очень сложно Плюс это на высоте мы бегаем, сами знаете, здесь 3000 высота Это очень осложняет И чем выше ты поднимаешься, тем кислорода становится меньше И поэтому надо стараться уметь себя с начала гонки Пропорционально, то есть свои силы на всю гонку оставить За два с половиной часа спортсмены должны пройти примерно 13 километров Преодолеть два очень крутых подъема и три затяжных спуска А так как это еще и командные соревнования, все участники бегут по парам На каждом участке трассы должны быть выполнены определенные нормативы Это командная гонка, поэтому они обязательно должны с каждого КП, который есть на дистанции Их у нас шесть, выходить командой И отставание перед КП между ними не должно быть более 10 секунд По трассе отставание между, значит, друг другом составляет 30 секунд А как бы на финише 5 секунд На приход на КП 10 секунд Вот и как бы они должны работать командой С КП выходят только вдвоем И вот финиш лидеров Чтобы не было вопросов у судейской бригады по поводу 5-секундного разрыва Уфимские спецназовцы даже взялись за руки Кубок Победы 2014 завоевали внутренние войска На втором месте военный институт физкультуры На третьем Тирскольский центр горной подготовки Министерства обороны Кстати, местные ребята нам и рассказали, как на лыжах можно преодолевать в горах самые крутые подъемы Вот лыжи здесь стоят На них наклеивается специальный слой лента Камус Она бывает синтетическая, бывает с скраплениями естественных нитей Она как бы, ну, тут сверху поверхность, которая в одну сторону скользит, в другую сторону не скользит У нее однонаправленный ворс И с этой стороны намного разного клея наклеится То есть мы приклеили, пригладили Все, она готова к использованию Мы идем вверх, лыжа вверх прокатывается, вниз она не проскальзывает Принимая участие в таких соревнованиях, представители силовых структур В первую очередь проверяют степень своей горной подготовки Определяют, какие элементы еще нужно подтянуть Но учитывая, что Кубок Победы традиционно проводится на Эльбрусе Где советские горные стрелки в годы войны сражались с небезызвестным отрядом Эдельвейс У наших героев есть еще один стимул штурмовать здесь вершины Я хотела попробовать, как в то время, еще в 41-м году В эти годы, во время войны Как они просто без акклиматизации здесь военнослужащие Поднимались туда И то есть Эдельвейс выгоняли, понимаете То есть вот это вот На фоне патриотизма Вот только ради этого сходить Поднять флаг И почтить память наших дедов Потому что мой дед тоже воевал Но военные уже ждут следующего розыгрыша Чтобы вернуть Кубок Победы И взять реванш у своих коллег из внутренних войск МВД России На сегодня все, друзья А через неделю мы по традиции полистаем армейский календарь Пообщаемся с ветеранами Великой войны А потом узнам, что такое скайрайнинг И какое отношение к этому имеют наши военные До встречи Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok